Масленичная неделя – лучшее время, чтобы познакомить иностранных студентов с народными обрядами и национальными традициями России. Первый день праздника – встреча – собрал более 200 студентов ДВФУ из разных стран – от Китая до Бразилии. Сегодня у нас замечательный праздник, сегодня как раз первый день Масленицы, и мы решили всем нашим иностранным студентам, да вообще всем людям, еще раз напомнить про этот замечательный праздник, рассказать о традициях, еще больше посвятить их в русскую культуру. Они все говорят, что это очень по-русски, что это очень круто и, как они сказали, pretty, то есть очень мило, поэтому, да, они очень счастливы и рады. На данном мероприятии организовано для всех студентов, но, естественно, упор сделан на сплочение и знакомство с культурой России иностранных студентов. У нас ДВФУ их достаточно много обучается. Праздник в русских народных традициях с играми и конкурсами объединил представителей разных стран. Так студенты двух государств Латинской Америки, Бразилии и Колумбии испытали свои силы в перетягивании каната. А вот в Бразилии как провожают зиму и встречают весну? Есть ли праздники? Нет, потому что в Бразилии зима, это как всегда жарко. Да, всегда жарко. Организаторы приготовили массу исконно русских забав. Бег в мешках, петушиные бои, бои подушками, срезание конфет. После игр всех студентов ждал чай с главным масленичным угощением – блинами. Это первый раз приветствуют этот праздник. Масленица называется, да. Ну, очень интересная игра, и все умеют танцевать, играть, это было очень интересно. Да, и сказали, это прощайтесь с зимой и встречайтесь с весной, да. Ну, это для нас очень интересно, потому что в Китае нет такого праздника. В течение масленичной недели для иностранных студентов проведут лекции, чтобы дать возможность более глубокого изучения культуры и традиций нашей страны. Сами же студенты не скрывают заинтересованности в подобных мероприятиях, ведь благодаря им российские и иностранные студенты больше узнают друг о друге и тех странах, которые они представляют. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.